так ну вот возникает у меня интересный вопрос конечно рисовать вот эти домики ну в общем то интереснее чем чем новостроечные все эти промышленные дела все равно здесь есть чему так сказать глазу на чем остановиться все равно есть ну я конечно критикую с одной стороны но ведь это же критика то она такая по максимуму вот ну я я навряд ли когда пойду на этот компромисс чтобы сказать хорошо по хотя бы так потому что это по-любому хуже чем сохранять по-настоящему вот и все то есть если не будет людей которые будут требовать сохранение истории то бизнес вот этот вот денежные все эти дела захватившие всех в том числе и как мы видим историков и и реставраторов настолько что они даже не сознают порочность и журналистов да в общем то хороших людей но они введены в заблуждение как говорится не ведут что творят они считают что они это делают во благо я когда-нибудь придумаю аналогию того что происходит когда во благо как бы уничтожается аналоги это простая вот человек да вот у него вот с человеком надо она аналогию проводить можно ли убить человека заменив его все органы полностью заменив на искусственные причем убить его считая что вы его спасаете можно ли убить историю да при этом под видом того что вы эту историю спасаете то есть история убивается под видом того что она спасается вот эту подмену то почему не чувствуют то наши люди то почему не знаю я я я я я я я поражаюсь думаю может быть я такой ненормальная у меня такое впечатление что я один такой кто это так вот остро понимает чувствует а подавляющие большинство то говорят да не ничего все нормально я слишком много начал вырисовывать мне это не нравится мне это уже не нравится я много вырисовываю но хотя но как вот тут не вырисовывать но это же такая вот так называемая архитектура но здесь тоже много вырисовываю все сделано более-менее нормально но 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 так здесь я немножечко приврал но я видите у меня в один лист все не входит вот почему ай убийство во благо не знаю но вот вырисовываю я сейчас вот эти вот все кружева ну на старых домах и подобная кружева кружева но только здесь они абсолютно новые ну не знаю как у кого у меня этого пиетета нету совершенно ну заменят вот лет через десять уже наверное с такими темпами уничтожения исторических истории иркутск действительно будет заменен на вот такие новодельные домики все будут ходить и радоваться поэтому кружева если вы не знаете то есть видите что это такой если вы украли удоверния она вы 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, нормально, ладно Я правда, честно говоря, вам скажу, что я, конечно, раскритиковал эти новострои с исторической точки зрения Но, давайте так скажем, новострой это, конечно, новостроями Историю там нам подуничтожили А люди хорошие Ну, видите, это же не государство строит Понятно А все собственно не будет Ну, понятно, но это отдельная тема Отдельная тема просто Ну, смотрите, как бы Тоже новостроя, новостроя рознь То есть вот здание на заднем плане Ну да, да, да Вот это новострой Да, 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 да Нет, видите, в чем дело Я по гамбургскому счету Я как архитектор сужу И как историк тоже Вот просто там вот написано В этом доме жил академик окладников Ну, в том доме жил Ну, в том, он не жил Вот в том-то и проблема Что он не жил в том доме Ну, это администрация инициатива Вот, все понятно То есть это табличка Афима, это администрация приехала Все понятно Я, 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 понятно Я поэтому это и объясняю Тут жил некий купец Мамуров В этом доме Это было Интересно При царе Ну, как купец То есть просто работник таможни Вы знаете, дело в том Что я в Иркутске остался жить и работать В 76-м году Приехал сюда И в 78-м году Закончил архитектурный факультет И тема моего дипломного проекта Вот была вот примерно эта самая Она так и называлась Восстановление и реконструкция Исторического центра Иркутска Вы знаете, я как раз туда Как раз туда закладывал Вот эти все принципы Чем же будет заменяться Старая архитектура Как она должна заменяться Мне это все вот очень интересно Это все близко Ладно, чай остывает Спасибо вам большое Пожалуйста Ну, вы же знаете, что вот Такое, как сказать Новоделы Это вот Улица Подгорная Как ее делают Ну Разные новоделы Новоделам рознь Там немножко, знаете Они в первый этаж сделали деревянный А дальше они бетоном все залили Вверх сделали Ну и так далее И так далее Ну, конечно Все очень разное Но тут речь и вообще о принципе Дело в том, что Вот я чувствую Да-да, конечно Я чувствую, что Историчность-то уничтожена То есть дом-то красивый восстанавливается А история Уходит Ну, новая придет история О, хорошая фраза Согласен Новая придет Что происходит здесь И что произошло со 130-м кварталом Да Лучшее, что с Иркутском углу произойти В принципе Ну, вы так считаете То есть в тот момент, когда Строили вот эти бетонно-стеклянные Непонятные коробки Да То есть эту самобытность Нашего города все-таки Да Вот бывший мэр города, да Сохранил Да Попытался сохранить Ну, так смог Ну, скажем так Это был первый этап Инициатива, да Тоже Спасение Был первый этап Спасение масштаба Но, к сожалению, не истории Вот я о чем говорю Масштаб был Но потом он тут же Тут же был и нарушен С помощью вот этого дома Бабр Потом с помощью Все этой рекламы Которые там понавесили Вопросов много Но я еще раз говорю Я лично сужу по гамбургскому счету С точки зрения Как бы вот Внешнего вида Ну, да Так лучше, чем Чем вот так Это безусловно Не, ну вот это Вообще что-то с чем-то Это ужас просто Это ужас И вот сегодня Вот это вот одно Сосед стоит с другим И такая получается Невольная каша какая-то Ну, слава богу, что Не снесли все эти деревянные дома Были же попытки Все их снесли Нет, подождите Вот в том-то В том-то вся и проблема Что их снесли Нет, не все Не все То есть Много снесли Много Вот этих домов Ну, в 130-ом Нет, центр города Возьмите Вот там центральный Да уже ничего не осталось Там кое-где Выстроили дома Реконструировали Где-то успели В памятнике перевезти А где-то А в большей части Лишили статуса памятников Вы видите, в чем дело Было В туалет, стопа дрова Как говорится Да В этом и проблема Вот это самая главная проблема Отсутствие Вот единой такой концепции Это стопроцентно Ладно Вопрос этот Очень долгий Серьезный И вообще Нет Действительно Это надо собираться Решать И самое главное Конечно Я думаю Что по сравнению Со многими другими городами Иркутск Вот даже вот С помощью вот таких вот Строений Вот как это Ну я имею в виду Сейчас будет здесь Еще двухэтажный дом Я знаю Он был Был красивый Будет еще красивее Скажем так Да Спасибо Все У меня чай стул Который меня угостили До свидания Вот как мне трудно Да Как мне трудно В этом В своем Своей принципиальности Очень трудно Особенно Когда Кормят Вкусными Вкусными Булочками И вот таким Чудесным хлебом Посмотрите Ой-ой-ой Какая красота Хлеб да соль Ой Все Пожалуй Пожалуй Я перестану Критиковать Как легко Подкупить Как легко Подкупить Художника Да Ну ладно Ну что Вот такие Вот у нас Угощения Вот такой Вот натюрморт Шикарный Он говорит Давайте я вам Булочку Принесу И че так Булочка Ну вот На ужин Я сегодня Себе заработал Придется подарить Эту картинку Этим Добрым Ребятам Стол Поставили Чудеса Ни в одном Городе еще В которых Я бывал Такого сервиса Для художника Не было Это вот Прямо Слеза На глаз Накатилась Вы помните Как меня в Ялте Выгоняли От ресторана Выгоняли В Москве Тоже Инциденты Были Ну в Иркутске Тоже были Ну вот В Иркутск Иркутск Город Контрастов Так скажем Иркутск Город Контрастов Люди у нас Люди у нас Хорошие Будем дальше рисовать Уж В Иркутск Иркутск Тоже Абрам Немного 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 Тоже Немного Тоже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Но видимо я вот тут вот что начал Не знаю Либо контур уж тогда Либо-либо-либо Либо тоновой рисунок Либо контурный Потому что Некоторые путаницы что ли происходит Не знаю Не знаю Ну я вот начал говорить о том, что Конечно рисовать вот такую Архитектуру Пусть даже новую Новодельную Ну все равно приятнее же Ну вот это вот Все равно лучше Чем Вот это вот как раз и Является Подкупающим Так сказать моментом Вот все говорят И про 130-й квартал Но это же все равно лучше Чем если бы сделали хуже Вот Вот примерно как это звучит Все равно же это лучше Если бы сделали хуже Вот такая вот Тут у нас Штука И мне наверное С моей принципиальностью И Какой-то туповатой Наверное даже Бескомпромиссностью Вы знаете Видите какой я Видите какой я Самокритичный Да я говорю Что моя Принципиальность Наверное даже Где-то туповатая Что делать Что делать Реалии двигаются Жизнь движется Меняется Черт побери Хорошо мне ответил Молодой человек Сейчас Но он как-то Конечно это Такой очень Ответ Надо сказать Не знаю Как его охарактеризовать В нем есть Много положительного Но Это совершенно Другой взгляд Скажем Да Уже Совершенно Несоответствующий Моему пониманию Это как Другая планета Вот так вот Скажем Да Я сказал Что уходит История Пропадает История Мы ее Теряем Ого Смотрите Чего там Прилетели Так Это они К нам Прилетели Прилетели Хочется Зумать Так Нормально Так у нас Где север Где юг Ну смотрите Там солнце Садится Вон оно Это значит Запад А восторг Ну то есть Вот я знаю Про солнце Так Они полетели На запад Короче говоря Ну Запада Что нибудь Ну у них Свои маршруты Да Теплый Бородинский Спасибо Меня уже Угощали Нет Да Мне даже Чай принесли Видите Спасибо Да Очень хорошее Да Сегодня удивительный день Доброжелательные люди За весь день Не услышал Ни одного Матерного Кажется Слова Ну вот Какие Разные Дни Сегодня Праздник Говорят Вербное Воскресенье До встречи Субтитры 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 Продолжение следует...